Каспийский флотилий В Днепропетровском районе Волгограда на перекрестке проспекта Металургов и улицы Тарощанцев стоит памятник. Охваченный пламенем бронзовый человек, раскинув руки, бросается вперед. На этом месте погиб красноармеец Михаил Паникаха, матрос Тихотеанского флота, отдавший свою жизнь за Сталинград. Михаил Аверьянович Паникаха родился в 1914 году на Украине, в селе Могилев Царичанского района Днепропетровской области. Он был единственным ребенком в небогатой крестьянской семье. Получил начальное образование в школе и пошел работать в колхоз. Отец Михаила погиб в Первую мировую войну. Воспитывали мальчика, мать и отчим. В ряды Красной Армии Паникаха вступил в 1939 году в качестве матроса-пехотинца Тихотеанского флота. Узнав от матери о гибели отчима на войне, Паникаха стал просить свое руководство направить его в самую горячую на тот момент точку Сталинград. Не сразу, но в итоге он получил согласие своих командиров. Его зачислили в 883-й стрелковый полк 193-й стрелковой дивизии 62-й армии красноармейцам-бронебойщикам. Позже Паникаху назначили заместителем командира 1-го стрелкового батальона 1-й стрелковой роты. В Сталинграде Паникаха застал один из тяжелейших периодов битвы. 193-я дивизия генерала Федора Смехотворова в сентябре 1942 года была переправлена на правый берег Волги. Бойцы обороняли завод Красный Октябрь. 2 октября 1942 года Михаил Паникаха находился в окопе, отрытом почти на месте нынешнего памятника. В позиции дивизии атаковали немецкие танки в сопровождении автоматчиков. Первую атаку отбили с помощью противотанковых ружей и артиллерии. Наступление захлебнулось. Но противник бросил в бой свежие силы, а у наших войск закончились боеприпасы. У Михаила Паникахи оставались только гранаты и две бутылки с сжигательной смесью. На позиции советских войск надвигались 7 немецких танков. Паникаха приготовился бросить бутылку в головной танк. Но пуля автоматчика попала в нее. Бутылка воспламенилась, а с ней и красноармеец. Несмотря на это Михаил Паникаха сумел выхватить вторую бутылку, броситься на танк и разбить ее о моторный отсек. Машина загорелась. Как написано в наградном листе, 6 остальных танков и автоматчики, ошеломленные геройским поведением Паникахи, бросились назад. Бойцы, следуя примеру героя, подожгли еще два танка и уничтожили около 40 фрицев. Остальные отступили. Атака была отбита. Михаила Паникаху похоронили в глубокой воронке, недалеко от завода Красный Октябрь. О его подвиге узнала вся страна. В ноябре 1942 года на него был составлен наградной лист с ходатайством посмертно присвоить звание Героя Советского Союза. Однако в декабре 1942 года было принято решение о награждении Паникахи орденом Отечественной войны первой степени. И только в 1990 году указом последнего президента СССР Михаила Горбачева Михаилу Аверьяновичу Паникахи было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Поэт Демьян Бедный посвятил Паникахи стихотворение. Он пал, но честь его жива. Герою высшая награда. Под именем его слова. Он был защитник Сталинграда. В разгаре танковых атак был краснофлотец Паникаха. Им до последнего патрона держалась крепкая оборона. Но не подстать морской братве. Врагу показывают затылки. Уж нет гранат. Осталось две. С горючей жидкостью бутылки. Боец-герой схватил одну. В последний танк ее метну. Исполненный отваги пылкой. Стоял он с поднятой бутылкой. Раз, два, не промахнусь, небось. Вдруг пулей в этот миг насквозь. Бутылку с жидкостью пробило. Героя пламя охватило. Но ставший фателом живым. Не пал он духом боевым. С презрением к боли, острый, жгучий. На вражий танк боец-герой. С бутылкой бросился второй. Ура! Огонь! Клуб дыма черный. Огнем охвачен люк моторный. В горящем танке дикий вой. Команда взвыла и водитель. Пал, свершивший подвиг свой. Наш краснофлотец боевой. Но пал, как гордый победитель.